всем привет вы меня просили под одним из предыдущих видео рассказать о том как же я пришла к поступлению в высшую школу экономики если как я уже говорила изначально я собиралась в технический вуз в МГТУ имени Баумана в МФТИ и может быть в МГУ то есть это были три вуза в которой я собиралась подавать документы где-то ну до начала 11 класса точно начну издалека училась я на отлично в обычной школе в Чертаново до 7 класса и в какой-то момент мои родители решили что мне нужно отдать в школу посильнее чтобы мне там было потяжелее и в общем выбор можно сказать случайно пал на лицей при МГТУ имени Баумана это один из самых сильных как уже потом выяснилось лицеев России технических уж точно вот так я оказалась на 4 года в техническом лицее при МГТУ имени Баумана чтобы вы понимали серьезность технической ситуации в этом учебном заведении у нас могло быть спокойно 10-13 математик в неделю уроков и знаю там 10 тоже примерно физик плюс у нас еще информатика была профильным предметом черчение вот это вот все то есть я была полностью погружена в атмосферу технического учебного заведения я училась там практически на отлично то есть я реально старалась вкалывала я не могу себе представить учебное заведение скажем так школьного уровня которое было бы сложнее в подготовке потому что сейчас мне на университете намного легче по нагрузке это действительно было жестко собственно зачем я это вам говорю чтобы показать что я была очень хорошо подкована в технических предметах и видела себя именно в инженерной сфере потому что вся моя семья это технари и инженеры программисты и и так далее то есть все связаны с математикой и у меня тоже сюда это хорошо получалось меня дали посмотреть этом все тоже было ок все мое окружение были технари ну и собственно казалось бы что все очевидно тогда я думала что я буду поступать скорее всего мгдовни баумана на биомедицинские технологии мне прям это было очень интересно я выбрал еще одним профильным предметом биологию химию мне казалось что путь в разработку медицинского оборудования мне просто уже заказан и я так думала наверное три года обучения в лицее то есть 8 по конец 10 класса мне очень нравилась эта идея я всем говорила что я технарь в какой-то момент я подумала что прикольно было бы поступить на инженерный бизнес менеджмент такой факультет есть в мгту имени баумана но меня спешно начали отговаривать говорить что это не классный факультет кстати на этот менеджмент поступают физикой то есть меня все как бы складывалось но мне начали говорить что там не очень и вообще это все расшифровывают как инженеры без мозгов ну типа и б.м. и я как-то не то что забросила эту идею на начало относиться к ней более скептично мои родители тоже не совсем поняли нафига мне это нужно и в этот момент я случайно оказалась на дне вышки не то которое дно а то который день я оказалась на этом мероприятии там волонтерами мои друзья которые тот момент учились в лицее при вышке я о вышке ничего не знала и вообще меня тошнило от слова экономика в общем я туда просто пришла к своим друзьям и так оказалось что они были заняты и мне там просто пришлось походить 1 посмотреть что вообще происходит я очень сильно заинтересовалась да то есть день вышки был поворотной точкой после которого я пришла домой вечером и сказала что я хочу поступать в высшую школу экономики причем уже на мероприятии я начала говорить ребятам которые там тоже волонтерами от вышки уже от университета нет лицея что я хочу поступать на программу математика потому что я очень люблю математику меня начали отговаривать ребята которые там были и так оказалось в общем каким-то волшебным велением судьбы что там были мальчики которые перевелись математики с программы математика на программу бизнес-информатика и они начали рассказывать как там круто как им там нравится что это намного лучше чем математика а я ничего в этом не понимала но мне очень понравилось словосочетание бизнес информатика и тот факт что туда не нужно сдавать информатику то нужно сдавать английские русские и профильную математику собственно английский я и так думала сдавать и мне очень понравилось в общем я пришла домой сказала мам я буду поступать на бизнес информатику высшей школы экономики моя семья была конечно же в шоке но начали разбираться поняли что в целом не такая уж плохая программа можно туда поступить и в целом весь 11 класс я думала что я буду поступать именно туда но как запасной вариант я имела прикладную математику просто все математические программы высшей школы экономики здесь мне настолько понравилось на дне вышки и на сайте потом на все что начала изучать и что мне рассказывали друзья из вышки что для меня важно было поступить именно в узк кстати кто не смотрел видео про две стратегии поступления в универ и вот моя это второй вариант и мне понравился вуз и мне абсолютно не важно было на какое направление поступать на технической на гуманитарное на экономическое наверное только вот конкретно программа экономики меня никак не привлекала потому что я знал что очень сложно и я не люблю экономику экономику я не люблю если что до сих пор в общем для меня были открыты многие пути и я решила сдавать одновременно и общество знания с английским разумеется профильную математику и физику то есть я сдавала 5 егэ но у нас в лицее сдавали многие столько предметов поэтому это не вызывало никаких вопросов и спокойно готовилась ко всем скажу так практически всю школьную жизнь я была олимпиадницей особенно по техническим предметам у меня это прям супер получал в лице я тоже поступила благодаря олимпиадам но в 11 классе я решила никаких олимпиадах не участвует меня просто это задолбало и я поставила исключительно на егэ то есть я не рассматривала в принципе поступление по олимпиадам и даже когда я сходила на два тура оба прошла мне нужно было просто прийти написать заключительный этап нескольких олимпиад в общем я все заключительные этапы проспала я первый этап и все выиграла причем с хорошими баллами второе я проспала сказала все я готовлюсь к г не трогайте меня со своими олимпиадами и собственно так и делала то есть я ставила исключительно на гига это тоже неплохая стратегия потому что я всегда думала что гига это просто контрольное которое нужно просто подготовиться и просто сдать это легче чем олимпиады и до сих пор так считаю поэтому да я готовилась к г я действительно в 11 классе достаточно много уделяла времени подготовки к математике к обществу знанию и к английскому к русскому и к физике я не готовилась ну если не считать домашних заданий так вот чтобы вы не теряли нить моего монолога 11 класс я решил оставить на гига и мне понравилась идея поступить в высшую школу экономики либо на какую-то техническую специальность например на прикладную математику либо на факультет бизнеса на программу бизнес информатика ни о каких других программах я не думал я вообще как-то не особо и запаривал думал ну как-нибудь потом разберусь этим поступлением сначала нужно сдать нормально гига и собственно не носилась как писанная торба с тем что же мне выбрать нет у меня такого в течение учебного года в принципе не было у меня были какие-то варианты я думал ну окей у меня устроит я не сильно хотела идти в университет в принципе поэтому я думал ну ладно хотя бы куда-нибудь главное чтобы все все устроило хочу рассказать немножко про обществознание потому что это была полная жесть у меня всю мою жизнь не было нормального обществознания и в лицее я все скатывала в общем все делала просто закрытыми глазами потом я вообще этот предмет убрала и свои программы да у нас так было физмат лицея можно у меня просто уже не было обществознания и тут я понимаю что хорошо бы его сдать и я просто бросила себе челлендж хорошо сдать обществознания то есть я не верила что я сдам его больше чем на 70 баллов просто потому что я его совсем не знаю у меня никогда не было этого предмета вот совсем не знаю мне сложно даже представить насколько я не знала обществознания вот ноль это же я действительно готовилась к чувству знания но я не делала для себя и для того чтобы наверстать пропущенные знания потому что меня заинтересовало что там есть такие разделы как экономика и право я вообще не знала что они там есть ну чтобы понимали да мой уровень незнания общаги я очень много готовилась к этому предмету готовилась больше чем к английскому готовилась больше чем к математике я реально просто ботала для того чтобы доказать себе что я могу нормально сдать этот предмет и на всякий случай вдруг куда-нибудь еще с ним поступить во что я не очень верила но мне было интересно я думала все еще что его это не так сложно играет и контрольная поэтому я там не га по обществу знания нормально ну я для этого прикладывала усилия как бы не по ушебству же это сделается и вот в ночь перед обществознанием когда я уже повторяла последние какие-то там параграфы я зачем-то полезла на сайт своего факультета вышки своего факультета смысле факультета бизнеса и менеджмента для того чтобы посмотреть бизнес-информатику что-то там какие-то баллы не помню что мне там приспичило посмотреть ровно в эту ночь и я наткнулась на программу которая называется управление бизнесом и мне понравилось я подумала блин так это же мое я поняла что для управления бизнесом нужно хорошо сдать обществознание потому что туда поступают четырьмя предметами собственно математика русский английский и обществознание которые я сдаю как бы завтра и которому я как бы готова но как бы я готовилась один год с нуля с абсолютного нуля даже не со школьного уровня это даже не год потому что феврале у меня было 33 балла при пороге в тот момент 42 и как-то так все сложилось что я сдала обществознание в результате на 90 и когда я увидел свои результаты я поняла что у меня есть шанс поступить туда где мне понравилось собственно программа управление бизнесом и когда я получила все свои результаты повторюсь еще раз математика 92 русский 100 общага английский по 90 и физика самая паровальная на 89 у меня было вот я подала в результате только в вышку документы то есть в остальные вузы я документы не несла потому что я поняла что я хочу в этот вуз и все остальное как бы меня не устроит у меня есть достаточно хорошие баллы я пройду на многие программы и я положила документы сразу на два по моему факультета я точно положил документ на прикладную математику чтобы хоть где-то моя физика пригодилась но и на всякий случай чтобы родители сильно не расстраивали что я зря сдавала я положила документы на свое направление управления бизнесом на маркетинг и еще как раз на бизнес-информатику то есть у меня лежали документы на четырех направлениях при этом я сразу оставила оригинал на управление бизнесом я очень сильно сомневалась управление бизнесом или маркетинг и наверное сыграло то что мои друзья хотели поступать тоже на управление бизнесом я об этом знала и я подумала ну наверное и программа там более широкая то есть я немножечко почитала точнее не я а моя мама потому что я и учебные планы это что-то в разных вселенных в общем я оставила оригинал на управление бизнесом и все еще продолжала сомневаться типа может быть все таки маркетинг и потому что маркетинг как бы мне больше нравится как звучит и в принципе сфера маркетинга мне интересно больше чем управление бизнесом ну вот в общем и целом опять же программы не смотрел мама сказала что на убэ программа получше я такая окей меня все устраивает тем более что это был первый год когда набирались обе программы соответственно никаких отзывов не было и мы брали кота в мешке собственно вот резюмирую я положила свой оригинал сразу на управление бизнесом потом мне было лениво перекладывать и хотя я сомневалась насчет маркетинга вот собственно я туда и поступила с отрывом по моему в 15 баллов то есть абсолютно спокойно и нормально проблем никаких не было вот так я оказалась там где есть собственно вот а теперь давайте поговорим о том какие вузы я рассматривала и еще почему я не понесла туда оригиналы в результате а почему вообще ушла с технарского пути давайте наверно начнем с технарского пути потому что это был шок для всей моей семьи и даже наверное для меня потому что всю жизнь я думала что я стану инженером меня очень увлекали биомедицинские технологии к тому же мне нравилась сфера авиастроительства и я действительно очень люблю до сих пор и физику и математику и все технические специальности мне кажется это очень круто и мне это хорошо получается ну по крайней мере получалось то что я делала в лицее то есть я спокойно могу говорить всем что я технарь хотя не технар не гуманитарий не творческий я что-то среднее не знаю хорошо это или плохо решать вам я просто поняла что мне тесно вот в этих технических рамках я понимаю что в технических вузах там не очень хорошо ценится инициатива и мне не всегда комфортно с ребятами технарями я их очень люблю я очень люблю атмосферу вот эту знаете технарскую учебную такую старом здании за разваливающимися учебниками что-то чертить мелом на доске мне это очень нравится но я понимала что мне нужно другое окружение и мне нужны другие возможности и поэтому я отмела например вариант поступления в бауманку потому что контингент который учится в бауманке в большинстве своем мне не очень нравится ну как бы мне нравится проводить время но это не то окружение которое дало бы мне огромный толчок в росте к тому же за четыре года обучения в лицее я просто устала от бесконечной физики и математики мне это нравилось но я настолько была вымотана этим что я была не готова еще четыре пять шесть лет отдать этому всему мне хотелось чего-то нового чего-то другого мне нравится писать например эссе мне нравится какая-то творческая работа мне нравится юриспруденция но на юриста конечно я поступать не собиралась но тем не менее мне было интересно что-то другое но я остановилась на том где можно соединить в принципе любые навыки то есть это менеджмент ну тогда я воспринимала слова управление бизнесом чисто как предпринимательство это сейчас я понимаю что есть такие люди как наемные менеджеры и большинство ребят которые со мной учатся хотят именно этого я хотел заниматься предпринимательством мне было интересно как это устроено и в целом мне кажется что предпринимательство это то что просто раздвигает границы это творчество в мировом масштабе ну это мое видение этого занятия поэтому мне очень хотелось получить образование в этой сфере я понимала что это базовое образование которое дальше можно в принципе трансформировать в какое-то другое более профильное то есть опять же уйти в менеджмент в каких-то технических сферах уйти в маркетинг до что угодно уйти хоть в лингвистику в принципе можно уйти после бакалаврского образования менеджмента поэтому я остановилась на управлении бизнесом высшей школе экономики я уже много раз говорила и повторюсь что для меня это самый подходящий вуз в россии я не говорю самый лучший потому что я искренне уважаю многие вузы но мне комфортно вышки именно из-за атмосферы из-за людей из-за подхода и за концепции это то зачем я шла и то что я получила в 90 процентов случаев я очень довольна какие вузы я рассматривала еще если не считать например мфт и там бауманки то есть чисто технически я смотрела на мгу но не нашла там программ который бы меня заинтересовали на которых был бы бюджет потому что тогда насколько я помню на программе менеджмента или какая-то другая программа которая смотрела честно я не помню короче программы которые мне понравились они на тот момент были без бюджетных мест возможно сейчас они уже есть но тогда я сразу все это закрыла такая же 100 тысяч год до свидания потому что мои родители не рассматривали вообще вариантов поступления на коммерцию даже если я просила их с большой скидкой они сказали просто нет и даже не за финансовые средства а просто из принципа также у меня был запасной вариант вот единственный вуз куда я думала что я подам если мой средний балл будет где-то 70 80 я хотела еще подать в финансовую академию не путать с рэу потому что у некоторых почему-то финансовый университет и финансовая академия в голове это одно и то же и это в финашку я хотела подать там тоже учился на тот момент мой друг и некоторые мои друзья тоже собрались на поступать я подумала ну в принципе не очень такой напряженный вуз нормальный мне там тоже понравилось несколько направлений я подумала что это будет моей альтернативой но когда я увидела свои баллы за егэ то есть по сути у меня все что мне нужно было было 90 плюс и я проходила спокойно вышку я знала что я поступлю я особо не паниковал поводу поступления и я просто не видела смысла ездить еще в какие-то университеты раскладывать свои документы тратить на это время нервы и чернила просто зачем ну вот так вот я оказалась там где есть сейчас ну понимаете да меня колбасило где-то в начале 11 класса по поводу выбора направлений но я сосредоточилась именно на подготовке к но направлении но как-то само ко мне пришло и в целом я не жалею потому что мне кажется что ничего более подходящего для себя я бы не нашла сколько я не разговариваю с ребятами мне все равно больше нравится то что выбрала я разумеется минусов много я о них не стесняюсь говорить в общем друзья что я хотела сказать всем этим долгим рассказом выбирайте так как чувствуете в результате это окажется именно ваше потому что если вы будете слишком много думать и заморачиваться как сейчас например многие мои ученики есть большая вероятность что вы выберете вот именно чисто рациональным умом там что это самый топовый вуз самый лучший факультет в результате это окажется не ваше потому что если бы я думала чисто мозгом наверное я бы поступил либо на факультет экономики который вообще не рассматривала хотя мне хватало баллов чтобы туда пройти на бюджет либо я бы вообще поступила в мфты и потому что это самое вообще топовое техническое образование с которым потом можно уехать например в америку очень легко я бы пошла куда-нибудь может быть в программирование ну то есть я бы выбрал не то где я сейчас и возможно я была бы не так довольна как я довольна сейчас опять же повторяюсь что управление бизнесом менеджмент это именно мое и пусть меня учат не всему что мне нравится и есть какие-то недостатки программы я на своем месте и это прям сто процентов я помню как я в какой-то момент говорила своим родителям например что мне вроде как и уже не нравятся технические направленности но я например поступлю в мои да тоже рассматривал этот вуз на авиастроение и вроде как мне очень нравится я не хочу быть потом конструктором но мне очень интересно вот все что связано с авиацией в общем какое-то не такое пограничное состояние было и и мы не сказали очень важную фразу не занимая чужое место если вы понимаете что вы потом не хотите работать в этой сфере возможно не стоит там учиться просто не занимайте место человека который действительно хочет там быть ну это звучит наверное не очень но просто подумайте над этой концепцией и не бойтесь сделать свой выбор думайте медленно решайте быстро все с вами была анка всех люблю всем пока а и в Субтитры подогнал «Симон»